Приветствую вас, друзья мои, коллеги, уважаемые клиенты. С вами Евгения Таро, и сегодня я вас буду знакомить с английским способом гадания. Этот способ предназначен для гадания на колоде в 52 листа, для игральных карт. Иногда используется и Джокер, но мы сейчас с вами Джокера использовать не будем в этом гадании. Это гадание используется тогда, когда вам нужно узнать события будущего на неопределённый срок и без определённой какой-то проблематики. Просто вы хотите знать, какие события поджидает человека в будущем, к чему ему, в общем-то, готовиться, собственно говоря. На данный момент мы будем рассматривать пример. Ко мне обратилась женщина, и она хотела бы узнать, какие события будут происходить в жизни её супруга. Сама женщина представительница, в общем-то, червовой масти, то есть это червовая дама. Соответственно, её супруг будет выступать в качестве червового короля. Но тут вот есть несколько таких уловочек. Если человек, на которого вы совершаете гадание, военный, то при любой внешности он всегда будет выступать в качестве бубнового короля. Именно бубнового короля. А если вы гадаете женщине, которая является вдовой, то как бы она ни выглядела, как бы молода она ни была при этом, она всегда будет пиковой дамой. Вот тут, что самое интересное в этом гадании, в английском способе, это то, что в качестве бланки можно загадывать и пиковых короля или даму. Вообще же, масть бланки определяется по внешнему виду. То есть светловолосые люди это бубновые, русые это червовые, темноволосые это крестовые дамы и король. Ну и, соответственно, темноволосые и такие вот, знаете, жгучие брюнеты с муглокожей, это, как правило, пиковая масть. Что ж, гадать будем на мужчину, будем смотреть, какие события в будущем его ожидают. Для этого перетасуем колоду. Снимем карты. И начнем раскладывать карты английским способом. Для этого выкладываем карты по порядку в один ряд в количестве 9 штук. И в таком же порядке продолжаем выкладывать всю колоду. В итоге у вас получится 5 рядов по 9 карт в каждом. И один последний ряд, состоящий из 7 карт. Так. так и последний ряд из семи карт так вуаля расклад готов только не пугайтесь дорогие мои весь расклад мы с вами интерпретировать не будем нам не придется анализировать каждую карту в этом раскладе это было бы слишком уж долго и сложно мы будем с вами смотреть следующее первым делом находим бланку бланка как мы договорились заранее это у нас червовый король вот он пожалуйста в первом ряду прямо таки и выпал и смотрим далеко ли от него выпала его супруга дама червовая далеко как видите практически на другой стороне расклад то есть между ними есть какие-то обстоятельства которые их разъединяют это могут быть люди это могут быть события это могут быть какие-то семейные неурядицы то есть между людьми есть определенное расстояние если нет территориальное то эмоциональное как правило смотрим далеко ли выпала от него девятка червовая это карта исполнения желания чем дальше эта карта находится от бланки тем меньше шансов на то что желание которое есть у этого человека у квириента исполнится то есть чем ближе чем ближе к бланке девятка червовая тем больше шансов исполнения тех желаний которые у него есть как видим и девятка червовая в общем то далековато лежит что ж значит шансов на то что какие-то его желания будут исполняться в будущем не столь велики как хотелось бы далее что мы смотрим это валет червовый это мысли нашего с вами короля червового однако не сам валет является мыслями этого человека а та карта которая лежит рядом с ним а рядом с ним лежит девятка бубен для чего я приготовила маленькую такую вот себе картоночку приготовила я ее для записи что мы с вами будем делать ну то что мы сейчас проанализировали мы с вами просто можем запомнить да что вот думает он о девятке бубновой девятка бубновая ну как правило это карта денег бубны в общем то относятся к финансовой части жизни человека к материальной какой-то подоплеки а девятка бубновая соответственно относится к финансовому достатку но в этом гадании в английском по трактовкам девятка бубновой означает какое-то нестандартное поведение человека в финансовом отношении но мы пока что опустим трактовки мы будем просто анализировать расклад итак что касается мысли кроме той карты которая лежит возле червового валета нам нужно от валета отсчитать девятую карту вот давайте посмотрим первая вторая третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая девятая вот валет пиковый является девятой картой от валета червового и рядом с ним король бубен вот и запишем мысли короля червового там валет червовый плюс девятка бубен и от него валет пиковый плюс король бубновый вот на этом этапе пока что все теперь мы смотрим сами события которые будут касаться нашего с вами короля червового в будущем для этого принимая червового короля за карту номер один отсчитываем от него девятую карту один два три четыре пять шесть семь восемь девять итак король пик у нас является девятой картой десятая карта при этом будет пояснением к девятой карте то есть туз треф является поясняющей картой для короля пикового вот запишем король пик плюс туз трефовый дальше теперь принимая уже короля пикового за карту номер один отсчитываем от него девятую карту один два три четыре пять шесть семь восемь девять это у нас получается шестерка червовая рядом с ней четверка червовая которая поясняет нам шестерочку так и запишем шестерка червовая плюс четыре червей и снова повторяя учитывая то что девятая карта у нас теперь становится первой отчитываем от нее девятую один два три четыре пять шесть семь восемь девять отлично девятка червовая попала таки у нас в события будущего а это значит некое желание нашего верента исполнится однако рядом с ней червовой девяткой у нас лежит туз пиковый это значит что желание это исполнится но радости может и не принести человеку что ж ну будем потом более подробно анализировать в чем тут дело поехали дальше теперь принимая девятку червовую за первую карту отсчитываем от нее девятую один два три четыре пять шесть семь восемь девять это тройка пиковая десятая после нее это шестерка бубен так и запишем тройка пик плюс шестерка бубен и теперь от тройки пиковой отсчитываем девятую карту раз два три четыре пять шесть семь восемь девять отлично наша с вами кверентка точнее жена кверента которая на ко мне и обратилась собственно говоря попала в гадание это очень хороший знак так и запишем девятка червовая с десяткой треф рядом с ней десятка трефовая пояснение к даме червей продолжим теперь принимая даму червовую за первую карту отсчитываем девятую раз два три четыре пять шесть семь восемь девять это десятка бубен и пояснением к ней будет первая карта расклада туз бубен все на этом гадание заканчивается заканчивается оно потому что до того как начнется следующая девятая карта выпадает бланка соответственно на этом этапе мы должны гадание прекратить но некоторые предсказатели все таки таким образом анализируют полную колоду то есть можно представить опять-таки десятку бубен первой картой и продолжить гадание первая вторая третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая девятая то есть король треф стройкой бубен тоже будет принимать участие в гадании и так далее то есть таким образом можно проанализировать абсолютно всю колоду пока вы не вернетесь до короля черви пока он не станет девятым в раскладе что ж ну мы с вами вот такой урезанный вариант взяли не будем смотреть какие дальше там события будут происходить для нас сейчас это не важно нам важно посмотреть какие события будут в первом кругу происходить в жизни человека мы с вами выписали эти карты и и теперь можем перейти к трактовке а теперь приступим к трактовке нашего с вами расклада посмотрим что у нас тут получилось но прежде чем мы посмотрим то что мы записали здесь с вами на листочке для начала делим еще пару минут нашему королю червовым смотрите рядом с ним выпала шестерка треф и тройка треф шестерка треф о чем нам может говорить эта карта ну во первых о достатке нашего с вами червового короля но достатке который пришел к нему с большим большим трудом то есть королю приходилось очень много работать для того чтобы обеспечить себя и тот уровень жизни который у него сейчас есть тройка треф при этом означает частые ссоры в семье а также означает что наш с вами король состоит в повторном браке ну в общем то это соответствует действительности он действительно имеет не первый брак в своей жизни так теперь же перейдем к тому что мы с вами тут записали итак мысли короля это валет червовый и девяточка бубновая девятка бубновая если вы будете читать статью со значениями этих карт в английском способе гадания то вы там прочтете такое что это странности в поведении склонность к странности в данном случае речь идет о каких-то странностях в финансовой сфере нашего с вами верента и связано это с неким пиковым валетом и королем бубен пиковый валет может означать юридические какие-то проблемы юридические хлопоты связанные с королем бубновым бубновый король это как правило светловолосый человек или человек связанный с квирентом по каким-то финансовым вопросам человек достаточно вспыльчивый импульсивный но быстро отходчивый ну то есть характер такой нестабильный немножечко у короля бубнового и соответственно с ним постоянно возникают какие-то юридические проблемы связанные с устранностями в финансовом отношении и вот эти мысли значит беспокоят нашего с вами кверента на данный момент насколько это так или не так об этом мы узнаем у самой кверентки которая ко мне обратилась то есть у червовой дамы если ей это известно она подтвердит есть такие проблемы или нет дальше смотрим события по событиям у нас вот получается первая связочка это король пик и тустрев вот они здесь находятся король пик означает человека смуглого темноволосого брюнета либо человека очень сильно такого знаете властного начальника амбициозного человека как правило человека который обладает большими связями большими возможностями и ни перед чем не останавливается чтобы эти возможности свои воплотить в реальность вот то есть такой достаточно жесткий человек и вот от этого человека нашему с вами кверенту идет какое-то предложение какая-то бумага документ известия в данном способе гадания тустрев обозначает некое известие я думаю что это некий договор некое предложение делового характера от человека который занимает более высокое положение в обществе относительно нашего с вами кверента то есть от какого-то начальника будет некое предложение по работе смотрим дальше дальше у нас выпали шестерка червовая и четверочка червовая шестерка червовая говорит о том что в жизни нашего с вами кверента присутствует любовь и он умеет красиво ухаживать проявлять благородство в чувствах в отношениях и в общем то человек любящий по своей природе любящий свою супругу но рядом лежит четверка червовая которая означает частые ссоры и неприятности по поводу некой ревности присутствующей в отношениях кверента и его супруги насколько я знаю действительно такое есть в семье происходят ссоры несмотря на то что супруги любят друг друга но тем не менее есть какая-то ревность между ними причем ревность не всегда обоснованная и не всегда к какому-то конкретному человеку ревность может быть и знаете и к интеллектуальным допустим способностям супруги да то есть ревность бывает всякое далее смотрим девятка червовая и туз пиковый вот они здесь у нас выпали как я уже говорила что девятка червовая означает исполнение желания нашего кверента а также эта карта означает ну в общем все хорошее что можно только представить в этой жизни то есть достижение какой-то цели реализация какого-то плана достижение достатка получение прибыли и так далее то есть все что вот человек для себя желает хорошего вот девятка червовая это означает но рядом с тузом пиковым означает что все это придет к человеку но через какие-то огромные стрессы он получит исполнение желаемого но ему придется за это заплатить высокую цену высокой ценой может быть душевное спокойствие эмоциональный фон в семье эмоциональный фон в душе человека ну в общем-то пиковый туз не несет ничего хорошего что ж идем с вами дальше и смотрим какие карты у нас лежат на линии это тройка пиковая и шестерка бубновая тройка пиковая часто означает какие-то отъезды приезды поездки путешествия наземным транспортом то есть человеку приходится очень много мотаться по каким-то командировкам по каким-то поручениям и иногда это поездки даже в другой город допустим насколько дальние тут пока что непонятно скорее всего по шестерке бубновой это не дальние поездки кстати шестерка бубновая если вы будете читать трактовки на моем сайте то там будет написано что это ранний брак или раннее вдовство ну самые крайние вот такие вот трактовки мы как правило не берем во внимание а учитываем то что шестерка бубновая может означать что-то раннее то есть событие которое произойдет достаточно скоро или быстро а так как это тройка пиковая поездки да отъезды какие-то то скоро его ждет какая-то быстрая поездка или много каких-то поездок на этом мы и успокоимся не будем брать крайности в трактовании карт дальше у нас идет дама червовая с десяткой трефовой значит дама червовая естественно это супруга нашего квирента женщина благородная нежная благонадежная вот но десятка треф означает что она обладает неким наследством которое может быть камнем преткновения в отношениях супруга из-за этого наследства из-за этих денег или допустим из-за этого из-за этого недвижимого имущества какого-то могут быть неприятности в семье ссоры скандалы и так далее также супругу может не нравиться та деятельность рабочая которой занимается его жена он может устраивать какие-то ей неприятности из-за того что ему не нравится то как она работает и чем то есть супругу может не нравится та деятельность которой в профессиональном смысле занимается его супруга. Это может вызывать всякого рода скандалы и всякого рода неприятности в семье. Смотрим дальше. Десятка Бубновая и Туз Бубновый в самом начале расклада. Отличные новости в конце нас ждут, потому что Десятка Бубновая означает большую, хорошую прибыль, достижение успеха в финансовом отношении. Ну а Туз Бубновый означает заключение договора, заключение сделки. Смотрите, как получается. Вот в самом начале у нас были мысли о том, что с неким королем есть юридические всякие хлопоты, касающиеся финансовых вопросов. И от некого короля Пикового шло нам какое-то известие и предложение по работе. Дальше шла у нас поездка какая-то, командировочка, вот. И все это в итоге вылилось в заключение очень финансово выгодного договора. На чем мы, собственно говоря, можем, в общем-то, и остановиться в интерпретации этого расклада. Но если этого недостаточно, если недостаточно той информации, которую вы предоставите клиенту в данном случае, то можно продолжить расклад. и дальше, учитывая, что десятка бубновая первая карта, отчитываем от нее девятую, это будет король треф с тройкой бубновой. И теперь уже будем анализировать, что означает король треф и тройка бубен. И таким образом мы продолжаем смотреть все-все-все-все карты по порядку, ну, то есть каждую девятую карту. При условии, что вот тот объем информации нам показался недостаточным. Что ж, давайте попробуем проанализировать, что означает король треф и тройка бубен. Тройка бубен означает некие дрязги в семье, споры и ссоры. И по поводу значит короля треф король треф в данном случае может быть членом семьи червового короля и червовой дамы. То есть это может быть сын. И с этим сыном могут быть какие-то проблемы у короля треф в данном случае у короля треф в данном случае если мы посмотрим у нас идут шестерка пиковая и четверка пиковая. Кстати, шестерка пиковая является картой предупреждения особенно для незамужних и неженатых людей поскольку она несет зачатие ребенка. Но так как наши с вами король и дама вполне таки хорошо женаты давно и надежно, то шестерка червовая может означать для них зачатие долгожданного ребенка совместного. Однако тут я не могу сильно порадовать этих людей в том плане, что рядом с этой карты лежит четверка пик которая часто означает болезнь. вполне возможно что зачатие будет проблематичным для этой пары. Вот. Но не будем забегать дальше. Вы поняли схему расклада, вы поняли как анализировать расклад с помощью английского способа. если не поняли то обращайтесь ко мне если вас заинтересовало это гадание я буду рада вам помочь сделать такой расклад проанализировать его узнать какие события вас ждут впереди чего вам ждать к чему готовиться какие у вас есть возможности чем можно воспользоваться чего можно избежать вот собственно говоря и все что еще хотела сказать естественно этот расклад можно практиковать и с помощью карт Таро только предварительно удалив из колоды все старшие арканы и пажей ну или рыцарей тут уже смотрите что вас больше интересует если поездки то оставляйте рыцарей если дети то оставляйте пажей вот ну вот теперь действительно все буду рада сотрудничеству с вами на этом откланиваюсь до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч